Всем привет! В эфире канал ОТС Мировые Новости в студии Дмитрий Белькевич и через несколько секунд расскажу вам много интересного о событиях, произошедших в разных странах мира. Вот что мы подготовили для вас сегодня. Здание полностью рухнуло. Это был спортивный зал. Люди укрывались там от дождя. Пострадали школьники и их родители, а также уборщики. Семь человек стали жертвами обрушения здания в Таиланде. Люди укрывались от шторма, но убежище оказалось ненадежным. Губернатор штата Калифорния Рон де Сантис заявил о намерении побороться за президентское кресло, составив таким образом конкуренцию однопартийцу Дональду Трампу. Это невероятно. Оригинальный автомобиль очень впечатляет и у него потрясающий силуэт. И то, что удалось воспроизвести эти скульптурные формы с помощью кирпичиков Лего, тоже по-настоящему впечатляет. Инженеры Феррари воссоздали знаменитый спорткар из Лего деталек. Как конструктор Лего станет новым экспонатом в Датском музее, расскажем в вашей ленте новостей. Официальный визит российского премьера в Китай и новый кандидат в президенты США. Смотрите прямо сейчас. В Китае состоялась встреча главы Кабмина России Михаила Мишустина и председателя КНР Си Цзиньпина. Российский премьер прибыл в Поднебесную с официальным рабочим визитом. В рамках поездки Мишустин провел ряд встреч с высшими должностными лицами Китая. Си Цзиньпин заявил, что российско-китайские отношения находятся на высоком уровне. Развивается многоплановое сотрудничество. О чем, например, говорит рост товарооборота с КНР. Он в этом году превысил 73 миллиарда долларов США. В свою очередь, Михаил Мишустин отметил успехи в реализации договоренностей двух стран в рамках глобальной повестки, достигнутых ранее. В частности, в укреплении многополярного устройства современного мира. Кроме того, Мишустин посетил университет Синхуа в Пекине, в его структуре 21 учебный институт и 59 отдельных факультетов по техническим и гуманитарным сферам знаний. Он активно сотрудничает с российскими вузами и набирает на обучение и наших соотечественников. В частности, из Новосибирска. Один из наших земляков, кстати, пообщался с премьером в рамках визита в университет. Пообщался глава Кабмина и с российскими предпринимателями. Однако ключевыми в рамках поездки российского премьера в Поднебесную стали двусторонние переговоры. Мишустин отметил, что надеется на рост взаимного товарооборота до 200 миллиардов долларов по итогам года, активизацию партнерства в энергетической сфере, а именно увеличению поставок в Китай российских углеводородов и интенсификацию исследований в области мирного атома. Кроме того, рассматривались вопросы новых транспортно-логистических маршрутов. Вызов брошен. Губернатор Флориды Рон де Санкис заявил о желании участвовать в президентской гонке. Сделал он свое заявление во время прямого эфира с владельцем Твиттера Илоном Маском, что уже назвали первой и очевидной попыткой склонить на свою сторону лидеров общественного мнения правого толка из числа блогеров и публичных персон. Де Сантис отметил, что будущее республиканцем, как и экс-президент Дональд Трамп, поддерживает политику Америка превыше всего, но считает логичным ее продолжение, в чем видит уже свою миссию, отмечая успехи в руководстве одним из самых демократичных и свободолюбивых штатов страны. Социологи называли Де Сантиса новым лидером республиканской партии уже после его переизбрания на пост губернатора осенью, однако сейчас пока не торопятся высказываться относительно его амбициозных планов и возможного успеха. Осторожно называя шансы скромными, поскольку на сегодня социологи оценивают поддержку Трампа на республиканских праймерис, 55% от Де Сантису прочат в районе 20. Трагедия произошла в Таиланде. Под обломками рухнувшей школы погибли 7 человек. Не исключается, что строение просто не выдержало напора стихии. Так на севере страны начался сезон дождей. Детали у моих коллег. В Таиланде во время шторма обрушилась кровля школьного спортзала, где люди вечером спасались от дождя. Инцидент произошел в провинции Пхичит, более чем в 300 километрах от Бангкока. «Здание полностью рухнуло. Это был спортивный зал. Люди укрывались там от дождя. Пострадали школьники и их родители, а также уборщики». Спасатели работали всю ночь и утро. В итоге удалось извлечь тела шестерых погибших. Позже число жертв увеличилось. В больнице от полученных травм скончался шестилетний мальчик. Ещё 18 человек пострадали. Местные жители говорят, что никогда раньше не видели такой сильной бури. «Раздался звук, словно с поля боя. Затем секунд через пять обрушилась буря. Я не думал о том, чтобы снять это на видео. Это было совсем не весело. Сначала я не понял, что это ветер. Это было похоже на звуки боя, так громко. Живу здесь 40 лет и никогда такого не видел. Мурашки по коже». Уместо бедствия организовали центр помощи. Тайские метеорологи в понедельник объявили о начале сезона дождей. Они предупреждают о сильных ливнях на севере Таиланда до конца недели. Эвакуация населения – один из вариантов развития событий в Мексике в районе вулкана Копа-Катепетль. Он располагается всего лишь в 50 километрах к востоку от Мехико, а проживает там несколько миллионов человек. Поэтому масштабы эвакуации совсем не шуточные. Основание для такого прогноза есть. Вулкан в последние дни заметно активизировался. Пепел и фрагменты породы выбрасываются из жерла на большую высоту. Пришлось даже несколько авиарейсов задержать, а занятия в школах отменить. Добавлю, вулкан в очередной раз проснулся в декабре 1994 года и с тех пор в той или иной мере активен. В Португалии активизировали расследование громкого случая безвестного исчезновения трехлетней малышки, произошедшего 16 лет назад. Есть и подозреваемый, но нет признания и тела. Какие следственные действия проводят сейчас, знают мои коллеги. Португальская и немецкая полиция начали обследовать водоём в Португалии недалеко от места, где в 2007 году пропала трёхлетняя британская девочка Мэдлин Маккан. Немецкая полиция не сбавляет темпа, не ослабляет давление, продолжает вкладывать силы. На каком-то этапе в этом деле должен случиться прорыв. Исчезновение Мэдлин 16 лет назад широко освещалось в СМИ. 3 мая 2007 года девочка исчезла из номера отеля, в котором её семья остановилась во время отпуска на португальском курорте Praia da Luz. Её родители в это время ужинали с друзьями в ресторане в 50 метрах от отеля. Вместе с Мэдлин в номере также спали младшие близнецы. «Мы очень просим людей в Португалии помочь нам. Маленькая девочка всё ещё не найдена». В этом деле было много неожиданных поворотов. Так родители судились с таблоидами, которые предположили, что те причастны к похищению Мэдлин. Однако в июне 2020 года британская и немецкая полиции объявили, что определили нового подозреваемого – 43-летнего немца Кристиана Брюкнера. В то время он отбывал наказание за сексуальное насилие в отношении другого ребёнка. «Прокуратура Брауншвейга ведёт расследование в отношении 43-летнего гражданина Германии по подозрению в убийстве в рамках дела об исчезновении трёхлетней Мэдлин Маккан 3 мая 2007 года». Полиция установила, что Брюкнер остановился в своём трейлере на курорте Praia da Luz именно в то время, когда там отдыхала семья Маккан. Брюкнер промышлял кражами в отелях и продавал наркотики. А в 2022 году его приговорили к 7 годам тюрьмы за то, что он изнасиловал и ограбил 72-летнюю американку. Сам он отрицает свою причастность к пропаже девочки. Официальных обвинений ему пока не выдвинули. Гениальные изобретения США могут вскоре воплотить в жизнь. Американский инженер создал умные брюки. Нет, они не сами себя стирают и утюжат, а сообщают владельцу о расстёгнутой ширине. Заслуга в разработке системы принадлежит Гайому Дюпону, основа датчик холла, который располагается на внутренней стороне замка, а мощный магнит находится на застёжке, пишет издание Boeing Boeing. Сообщение об оплошности приходит на смартфон. Поначалу всё задумалось как шутка, но позже превратилось в реальный проект, утверждает автор. Новый экспонат появился в Леголенде. Это копия спорткара от Феррари 50-х годов. Над созданием машины из кирпичиков детского конструктора трудились инженеры с заводом. Сколько кубиков Лего ушло и сколько времени на это чудо понадобилось? Полноразмерный Феррари из Лего дебютирует в парке развлечений Леголенд в датском Билунне. Это копия одноместного Спайдера Монза, выпущенного ограниченной серией. Автомобиль создан в рамках новой концепции Феррари под названием «Экона». Суперкар Монза вдохновлён гоночными автомобилями с кузовом Баркетто 50-х годов. Модель отражает историю Феррари и демонстрирует стиль неподвластной времени. Копию из конструктора собрали в Чехии. В процессе участвовали дизайнеры Феррари. На работу ушло 339 дней и потребовалось более 380 тысяч кирпичиков Лего. Настоящие только колёса и руль. Это невероятно. Оригинальный автомобиль очень впечатляет. И у него потрясающий силуэт. И то, что удалось воспроизвести эти скульптурные формы с помощью кирпичиков Лего, тоже по-настоящему впечатляет. Удивительно, как специалистам удалось повторить эти формы, плавные линии и всё остальное. Представляю, какая работа стоит за этим. Это фантастическое событие. Наконец-то мы видим эту прекрасную модель из конструктора в Лего-Лэнде. Мы долго этого ждали, и все рады её видеть. Реплика Феррари Монза теперь займёт постоянное место в Лего-Лэнде. Этот парк открылся в 68-м году и стал первым в мире Лего-Лэндом. Сейчас их уже восемь, но парк в Белунне самый большой. Он занимает 100 тысяч квадратных метров, а на создание его экспонатов ушло более 40 миллионов кубиков разного размера. Легендарная певица, королева рок-н-ролла Тина Тёрнл скончалась в 83 года. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Смерть из метости першествовала продолжительная болезнь. В 2016 году её диагностировали рак, а год спустя она перенесла трансплантацию почки. Умерла она в своём доме в пригороде Цюриха в Швейцарии. Тина Тёрнл оставила после себя заметный вклад в мировой музыкальной культуре. Не каждому, согласитесь, выпадает честь исполнить композицию, которая станет саундтреком в фильме о Джеймсе Бонде. Да и в целом за свою карьеру Тёрнл получила 8 премий Грэмми. Популярность пришла к ней в 70-е, и на протяжении нескольких десятилетий она удерживала звание самой влиятельной женщины в мире зарубежной музыки. На этом всё ещё больше интересных новостей в телеграм-канале нашей программы. Адреса и ссылки на ваших экранах. Подписывайтесь. Ну а с вами был Дмитрий Белькевич. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»